Приветствую вас. Ну, наверное, начать надо бы с того, в первую очередь, что заметить. Любой психолог готов с вами заниматься. Любой. То есть мне не очень понятен здесь смысл вашего вопроса, да, смысл того, что вы спрашиваете. То есть мне кажется, что если вы обращаетесь, например, к психологам, да, то совершенно очевидно, что каждый из нас готов с вами работать, каждый из нас готов вам помогать, если вы, конечно, сами себе хотите помочь и так далее. То есть я не думаю, что здесь, в этом есть, условно говоря, да, какой-то смысл, какой-то смысл, да, именно вот спрашиваться об этом так, как это делаете вы. Это первое. Второе, что я хотел вам сказать. Ключевая ваша ошибка, как мне видится, заключается в том, что вы хотите быть кому-то нужным. При том, что вы не нужны сами себе. Вот. Собственно, именно в этом и заключается основная трудность, основная проблема. Вы не нужны сами себе. Вот. То есть, на мой взгляд, именно это составляет основную часть вашей проблемы. если бы вы были бы сами себе нужны, то я думаю, что никакой абсолютно проблемы бы не было. не было бы проблем с тем, чтобы отказаться, например, от мужчины, который вас не понимает, который вас не ценит, который не может вас ценить, потому что вы не цените его, не цените себя. Да. Он от вас пытается отдалиться, он от вас пытается отстраниться. Именно по той причине, именно по той причине, он пытается это сделать, что он чувствует, он чувствует, как вы пытаетесь его использовать. Вот. Сами того не желая, сами того не замечая, но он чувствует, что вы пытаетесь его использовать. Вот. Вы его используете, если так вот говорить грубо. Вы его используете, потому что он вам для чего-то нужен. то есть вы полагаетесь на него в этом смысле, а не на себя. Вот. В чем, собственно, и заключается основная, опять же, проблематика данной ситуации. Вот. То есть в этом смысле нужно определить, что вам нужно, вот человек. Дальше. Любимый мужчина пишите, вы уже три года не смотришь на меня. Ну, если он три года на вас не смотрит, значит, совершенно очевидно, что он уже давно перестал, я полагаю, быть любимым, любимым. Как минимум, как минимум, он перестал быть любимым, и очень жаль, на мой взгляд, что вы, ну, что вы как бы этого сами не замечаете. То есть здесь хотелось бы у вас, конечно, спросить, что вы вообще подразумеваете под любовью, что такое любовь, для вас что такое любовь, как вы понимаете любовь, любовь, вот, ну и так далее. То есть это все надо бы исследовать, это все надо бы изучить, потому что, на мой взгляд, это очень важные моменты, вот, которые, ну, на которые вам нужно найти ответ. Дальше идем. Так, периодически бросается черный список в социальных сетях. Значит, смотрите, здесь следующие моменты сразу можно выделить. Момент первый, значит, если мужчина так действует, если мужчина так, ну, ведет себя, то это, очевидно, с одной стороны, попытка манипулировать. То есть он хочет вами манипулировать по какой-то причине, известно только ему. Вот. С другой стороны, это то, что ваше общение в этом смысле не совсем реально, там еще, ну, много, много времени вы проводите в социальных сетях, я так полагаю. Полагаю так. Подозреваю, что вы много времени проводите в социальных сетях, что, как бы, тоже неприемлемо. Дальше, что важно понять, это то, что лично для вас означает тот факт, что человек, что человек кидает вас в черный список. То есть это вот, на мой взгляд, тоже, то, что нужно поисследовать. То есть, ну, кинул черный список. Ну, понятно, что неприятно, да. Но, как конкретно вы это восприняли? Вот. Это важно. Это важно, в первую очередь, конечно же, для вас. Вот. Потому что, ну, по-другому вы не разберетесь с этой историей. Дальше. Я плачу, не выходю на работу. Пытаюсь дозвониться попросить прощения, только третьей попыткой получается уговорить. Смотрите. Ну, во-первых, здесь вы, на мой взгляд, переносите ответственность, значит, себя на человека. То есть, вы, как бы, негативно воспринимаете его поступок. Вы негативно воспринимаете его поступок. Вам этот поступок не нравится. Вот. Он вызывает у вас негатив. И вы переносите ответственность за это на своего мужчину. что, конечно же, по моему мнению, является неприемлемым. Вот. Потому что нельзя на человека переносить ответственность за то, что вы чувствуете. То есть, он, он молит поступать как угодно. Вы ему этого не запретите. Вы не способны этого сделать. Не способны запретить ему поступать так, как он хочет. Но, конечно, желательно, чтобы вы, вот, адекватно реагировали на это. А так, получается, что вас это очень сильно задевает. Ну, как бы, чересчур задевает. Вот. Мне кажется, что, в первую очередь, на эти вещи вам нужно обратить внимание. Да. То есть, почему вы плачете. Из-за чего вы плачете. Как вас это вызывает. Его поведение. И в какой момент и почему вы стали от него, вот, собственно, настолько сильно зависите. Да. От чину. Чересчур. Чересчур. Сильно вы стали от него зависеть. Вот. Это, это достаточно такая негативная история, вот, что вы стали зависеть от человека. Вот. И с этим, на мой взгляд, нужно разбираться тоже. Вот. Далее. Так. Просить прощения. Тут непонятно, за что вы просите прощения. Понимаете ли вы, что вы унижаетесь. Мы договорились встретиться. Он вполне убедительно обещал, что да. Сам мне пришел очень плохо ответить. Опять же, что это значит для вас? Вы говорят, что я себя неправильно веду, а я и не знаю, не умею по-другому. Понимаете, как сказать. Вы не то, чтобы себя неправильно ведете. Вы ведете себя правильно в контексте удовлетворения своих каких-то вот... потребностей. То есть, в контексте своих желаний, в контексте своих желаний, вы ведете себя, может быть, и правильно. В контексте своих желаний. Но, человек никак не отвечает за, ну, как бы, за ваши потребности. Человек никак за это не отвечает. К сожалению или к счастью, я уже не знаю. Вот. Но он никак, он никак не отвечает за это. Вот это вот необходимо вам, наверное, все-таки понимать. Вот это вот вам необходимо все-таки отдавать себе в этом отсюда. Вот. Потому что в противном случае ситуация будет складываться очень, ну, очень-очень, очень-очень негативно для вас. Вот. Дальше. Дальше. Так, если бы я встретил другого, все бы изменилось. Нет. Это ошибочное осуждение, потому что ничего бы не изменилось. Именно, именно в силу того, что вы, вы сами, какой были, вы такой и остались. То есть, вы не изменитесь. Раз не изменитесь вы, значит, и человек, соответственно, другой вас не изменит. Вы понимаете, как вы выберете себе мужчину, вы выберете себе мужчину тоже не случайно. То есть, вы не случайно себе выберете мужчину, вы выберете себе мужчину, который будет, условно говоря, соответствовать тому, что вы представляете. Вы выберете себе мужчину, который, ну, будет вести себя примерно так, как, ну, как, ну, как, как вот этот человек себя ведет с вами сейчас, сейчас. Понимаете? Поэтому, я не думаю, я не думаю, что, я не думаю, что вы будете вести себя по-другому. Честно. Я так не думаю. Вот. То есть, ну, вы, конечно, можете думать как-то по-другому. Ну, да, я не буду с вами спорить. Вот. Но я более чем уверен, я более чем уверен, более чем уверен, что вы будете вести себя так же. Вот. Потому что отношения, в том числе, они зависят и от вас. Вот. К сожалению или к счастью, это уже детали. Вот. Значит, дальше, я не могу найти того любящего, кому я так нужна. К сожалению, я вам точно не точно могу сказать, что вы не найдете мужчину, которому вы так нужны, потому что, как я уже говорил в начале, вы сперва нужны себе. И только, только, только потом, только потом, вы уже нужны кому-то. Понимаете? Вот. Не наоборот. Не наоборот. А у вас это происходит, к сожалению, именно наоборот. Так что, этот аспект нужно корректировать. Вот. И, значит, собственную цель в жизни, желательно вам вырабатывать, да? Вырабатывать собственную цель в жизни, желательно, чтобы у вас она была, чтобы вы чувствовали, видели, понимали, что вам хочется, что вам нужно, чего вы желаете, чтобы вы заинтересованы сами, опять же сами, повторюсь сами, чем вы сами заинтересованы. Вот. Вот. Это очень важный момент. Потому что, в противном, вот в противном случае ситуация будет такова, что вы вечно будете впадать в какие-то зависимости от, ну, от людей, в противном случае вы постоянно будете впадать в зависимости от людей. от мужчин, вот, и ничего хорошего из этого получаться не будет, не будет именно, именно, именно для вас. Потому что, всегда вы будете в таком, знаете, как сказать, ну, в таком проигрышном состоянии, проигрышном положении по отношению к своему партнеру. Вот. А он, партнер, он, он будет это всегда чувствовать, вот, и, как бы, хорошего в этом не будет ничего, к сожалению. Вот. Так что, так что, я рекомендую вам сделать выводы относительно того, что я сказал. Я рекомендую вам, значит, выбирать себе действительно психолог и работать в направлении тех аспектов, которые хотя бы, опять же, я назвал, да. Вот. Вот. И я рекомендую вам ознакомиться в интернете с такой историей, как соцзависимость, вот. Ознакомьтесь с ней, изучите ее, да, изучите вот этот момент, момент созависимости, и после обращайтесь уже непосредственно в контексте созависимости, которые, к сожалению, у вас есть, судя по тому, что я вижу. Вот. Будем от нее не избавляться, а будем ее именно раскрывать, потому что созависимость, как бы, это момент, который, делает вас не свободной в отношениях, в любых, надо сказать, отношениях. Так что, обращайтесь. Обращайтесь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Возврата ночь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!